Привет всем! В этот замечательный серый петербургский день, когда моя рожа погружается во тьму, я отвечу на вопрос, который мне задавали несколько лет на этом канале. У меня сегодня было ни времени, ни желания на него отвечать по ряду причин. Вопрос заключается в следующем. Как выучить английский язык? Дело в том, что я не эксперт английского языка. Я не могу сказать, что я эксперт русского-то языка, но знаний, которыми я обладаю, мне вполне хватает для бытового уровня общения. Я никогда не смогу работать синхронистом. Ну, то есть, может быть, смогу, если бы я поставил себе такую цель, но я себе такую цель не ставлю. Однако язык я выучил, ну, фактически самостоятельно. Более того, серьезно заниматься я начал, ну, по факту уже где-то после, наверное, двадцати семи лет. Двадцати шести двадцати семи лет. Ушло у меня на это несколько лет. Прежде чем решать вообще, как учить иностранный язык, вам нужно честно ответить для себя на один вопрос. А есть ли у вас на это время? И второй вопрос, есть ли у вас на это силы? Потому что изучение языка, как, в общем-то, и любая работа, она требует усидчивости и регулярности. Для того, чтобы выяснить, есть ли у вас на это время, есть прекрасный инструмент, наглядный из всех, знаете, вот этих вот схем менеджерских, я имею в виду тайм-менеджмент, планирование собственного времени. Мне очень нравится вот эта вот диаграмма, круг, который вы нарезаете на ломтики, сегментируете и пишете там, на сон у вас столько-то, на еду столько-то, не знаю, на массаж собачки столько-то и так далее. И смотрите, соответственно, где вы можете выделить на себя время. Если вы понимаете, что время у вас есть, с этим все нормально, дальше нужно понять, ну, хоть что-то вы знаете или нет. Если вы представляете модель, которую представлял в свое время я, то есть я что-то там учил когда-то в школе, но после школы я максимум, что мог сказать, this is the table and my name is Pasha. And that's all. В общем-то, наверное, that's all, я, наверное, даже не мог бы сказать на тот момент. Если у вас есть хоть какие-то начальные базовые знания элементарные, тогда следующий этап не для вас. Если вы вообще с нуля, тогда вам для начала нужно будет, ну, хотя бы месяца три походить на какие-нибудь курсы. Курсы могут быть абсолютно любыми. Выбирайте их по очень простому принципу. Близость и цена. Чем ближе к дому, чем дешевле, тем лучше. На все там рекомендации и прочее можете забить, потому что, открою страшную тайну, конечно же, от преподавателя очень многое зависит везде. Но на 90% все зависит исключительно от вас. Вам эти курсы нужны, чтобы вы хоть немного вообще въехали в самые основы языковые. Далее. Покупайте или качайте, сейчас уже, слава богу, с этим все проще, учебник. Учебник должен быть обязательно на русском языке. Все учебники, ну, за редким исключением, делятся на две категории. Первая категория, она дробит каждый урок на темы. То есть, дается какая-то тема, и туда складируется по чуть-чуть каждого грамматического элемента. То есть, немножечко там вот про подлежащее, немножечко, допустим, про настоящее время, чуть-чуть про предлоги. Второй тип учебников, которые разбивают язык на составляющие. И там идет сначала все про подлежащее, потом все про сказуемое, потом все про наречие. И у тех, и у других языков есть свои... Ой, языков, извините, учебников есть свои плюсы и минусы. Можете купить сразу два, чтобы и такой, и сякой был. В учебнике обязательно должны быть задания после каждого урока. К этим заданиям обязательно должны быть ответы. Это важно, потому что в некоторых учебниках, как выясняется, ответов нет. Предполагается, что учитель их должен знать, либо продаются отдельные специальные методички для учителя, прилагаемые к этому учебнику. Далее, конечно, в идеале, чтобы к этому учебнику прилагались еще какие-то аудиоматериалы, но на самом деле это уже не крайне... Не столь важно, потому... Почему? Объясню далее. Прежде чем приступать к изучению английского языка, я бы крайне и настоятельно рекомендовал вам повторить основы русского языка. Дело в том, что когда мы говорим на своем родном языке, мы не задумываемся о том, что здесь подлежащее, что здесь сказуемое, что здесь прямое дополнение, что здесь косвенное, что здесь причастный оборот, что здесь диепричастный оборот и так далее и тому подобное. Я помню, когда я учил французский язык, в нашей группе был доминиканец. Доминиканец, который живет здесь, в России, и он тоже решил учить французский язык, потому что, как выяснилось, официальный язык доминикании английский. И когда преподаватель спросил, какой падеж у этого слова, только он один сказал, что, ну, допустим, винительный, все остальные почесали репу, потому что вот он сейчас учит русский язык параллельно, он это знает. А мы вот это в школе когда-то проходили и забыли благополучно. Нам это не надо, поскольку мы носители языка. Так вот, я рекомендую вам повторить это все, ибо иначе вы просто будете набирать в поисковике постоянно так, наречия. Что такое наречия? Ну и так далее. Купили, соответственно, эти учебники, дальше начинается самое интересное. Вы составляете, ну, такой список, хит-парад англоязычных фильмов, ваших любимых. Там 10, 20, неважно. Это те фильмы, которые вам реально нравятся. Это те фильмы, которые вы готовы пересматривать, может быть, не раз. Это те фильмы, которых содержание вам известно. Может быть, даже настолько, что вы прям можете цитировать по диалогам. Смотрите, как эти фильмы называются по-английски. Очень часто бывает такая ситуация, что наш перевод взят совершенно с потолка, от балды. Ну, на самом деле, конечно же, не от балды. У прокатчиков есть определенные законы, как это все называют. Но бывают ситуации, когда если перевести слово в слово с английского, то это, ну, либо не звучит, либо просто как-то коряво звучит по-русски. И качайте эти фильмы. Вы их качаете либо с русских ресурсов. Нет, ну, вы можете их купить на самом деле. Но у меня, например, нет даже CD-чейнджера, в который я могу эти диски ставить. Если вы качаете их с русских ресурсов, то в раздаче обязательно смотрите описание этого фильма. Там должна быть родная английская дорога, и там должны быть английские субтитры. Если вдруг случается так, что вы не можете найти данного фильма в оригинальной озвучке, тогда вы смотрите, как он пишется по-английски, вбиваете это в поиск, рядом ставите торрент. Я извините, вот прям все для блондинок. Сейчас есть пару ресурсов, еще не закрытых. Один из них самый популярный The Pirate Bay. Пиратский залив. Когда там вы смотрите раздачу, то обязательно смотрите, чтобы в раздаче присутствовал файл субтитров, либо чтобы он был в описании. То есть, если это там файл, например, формата МКВ, чтобы субтитры там были. Если вдруг такая ситуация, что нет субтитров, ну тогда идете на сайт opensubtitles.org, наберите по-английски субтитры в поисковике, он вас сразу туда выкинет. И качайте субтитры там. Смотрите по названиям субтитров и по названиям раздачи. Иногда, ну просто есть целые пиратские конторы, которые этим занимаются, чтобы они совпадали. Тогда эти субтитры совершенно точно встанут один в один, копейка в копейку. Если нет, ну качайте и надейтесь на то, что они подставятся и все будет синхронно. Иногда бывает несколько вариантов субтитров. Одни не совпадают, другие совпадают. Есть, конечно, методы подкрутки этих субтитров до нужного времени, но я этим никогда не занимался, если честно, мне лень. Если вы, так сказать, знаток этих дел, пожалуйста. Дальше ставите себе проигрыватель какой-нибудь хороший. Ну, я не рекламирую, но я, например, использую проигрыватель BLC. У нас он у русских людей называется VLS. Чем этот проигрыватель прекрасен? То, что туда можно вставить дорогу субтитров, это во-первых. Во-вторых, там есть куча полезных быстрых клавиш. Например, переключать эти субтитры, переключать аудиодорожки и так далее. Это вам пригодится. Соответственно, скачали вы эти фильмы, поставили себе этот проигрыватель. Проигрыватель. Дальше что вам нужно? Вам нужен словарь. Сразу забудьте про все эти Google-переводчики и так далее. То есть они, конечно, спасают там в определенных ситуациях, но я вам рекомендую поставить словарь Lingva. Более того, я вам рекомендую оборудовать свое место таким образом, чтобы у вас был компьютер и, допустим, еще ноутбук. Либо два компьютера. Я вот когда учил английский язык, у меня было два компьютера. На одном компьютере вы смотрите кино, что-то непонятно, на паузу поставили, на другом компьютере посмотрели значение слова. В Lingva там есть еще волшебная кнопочка, А называется, ткнув которую, вам сразу покажут все формы данного слова, что крайне удобно. Ну и вообще поизучайте эту программу. Дело в том, что просто это самый подробный словарь, и более того, там есть озвучка слов, что тоже немаловажно. Ну а дальше начинается самое интересное. Вы начинаете потихонечку штудировать этот учебник, и параллельно вы начинаете смотреть какое-нибудь кино. Ну как смотреть? Естественно, вы его смотрите с субтитрами. Вот посмотрели фразу, остановили, перевели каждое слово, повторили. Пошли дальше. Слова эти я вам рекомендую записывать на отдельные листочки. Если вы, конечно, ну такой педант, можете записывать где-то в тетрадочку, потом листать. Но опять-таки это касается свойства мозга. Вы можете набрать, ну не знаю, например, у себя в офисе уже использованные листы, и на обратной стороне писать эти слова. Слова. Слова и перевод. Вы их пишете, записали, на следующий день встаете, и каждое ваше утро начинается с того, что вы повторяете эти слова. Повторили, и можете эти листки выкинуть. Почему? Потому что нужно доверять своему мозгу. Все сразу вы не запомните. Но потом начнутся те же самые слова встречаться еще раз, и ваш мозг автоматически вам будет подсказывать, что это слово уже было. А если какое-то слово вы не можете вспомнить, ну, может быть, оно вам и не шибко надо на самом деле, вы будете стремиться к тому, чтобы пополнить свой словарный запас нужным количеством слов. Есть слова, которые могут встречаться в фильмах, но которые вы никогда в жизни не будете употреблять. И на самом деле таких слов немало. У меня вот был пример с девушкой в Нью-Йорке, когда я делал опрос, она сказала слово «миссаженист». Я не знал, что это такое, выяснил, что это жена-ненавистник. Ну, почему я этого не знал? То есть я потом вспомнил, что у меня это слово встречалось, но я его не запомнил, потому что, ну, на кой ляг мне это нужно? Я по-русски-то никогда не говорю «жена-ненавистник», а уж по-английски я тем более никогда этого не буду говорить. Поэтому не стремитесь запомнить сразу же все слова, которые вы встречаете. Два раза их повторили, пошли дальше. Мозг вам сам подскажет, что делать. Первый фильм вы будете смотреть, ну, наверное, недели две. То есть вот так вот, медленно и печально. Второй фильм, скорее всего, так же. Ну и, в общем, это будет продолжаться до определенного момента, пока вы вдруг не поймете, что вы начинаете втыкать. Параллельно вы, значит, смотрите в учебник, и опять-таки сначала вам будет что-то шибко непонятно, не парьтесь, не парьтесь. Вы смотрите фильмы, содержание которых вам известно, поэтому более-менее вы в теме. Потому что по мере изучения грамматики и по мере просмотра данных фильмов вы начнете, соответственно, выяснять для себя основные вещи. Как, например, то, что фильм, который вы смотрите, крайне отличается от того фильма, который вы видели. Хотя это один и тот же фильм. Просто до этого вы смотрели его в дублированном переводе, а теперь вы его смотрите в оригинале. Это во-первых. Во-вторых, ну, я не знаю, может быть, об этом где-то сказано умным языком. Я просто это на своем примере убедился, потому что я после английского учил французский, а сейчас вот, ну, пытаюсь учить китайский. Не шибко у меня это получается. Может быть, забью на это болт. Не знаю. Но дело в том, что визуальные образы, они запоминаются гораздо лучше и гораздо проще вашим мозгом. Более того, когда вы будете встречать какие-то слова, которые вы уже проходили, вы будете вспоминать не только эти слова, а ту сцену в фильме, в которой это слово употребляется. И, соответственно, вы будете понимать его контекст. В фильмах будет огромное количество устойчивых выражений, идиом и так далее и тому подобное. Здесь вам, кстати, лингва очень пригодится, потому что там практически все идиомы присутствуют. Некоторые из этих словосочетаний вы не сможете найти, возможно, перевод. Не парьтесь, вы будете переводить их криво, косо и так далее и тому подобное. Ну, давай, давай, давай. Вот так вот у нас люди ездят. Я остановился, чтобы пропустить человека, мне сразу забибикали. Куда торопятся? Ну, не важно. Так вот, есть еще крайне важный нюанс. Должны быть картины как американские, так и британские. Дело в том, что британский английский в корне отличается от американского английского. Прежде всего произношением, но еще рядом нюансов. Ну, вот такая вот новая мысль. Сегодня у нас прозвучала из моих уст. Мне, конечно, больше нравится британское произношение, но гораздо ближе мне и понятнее американское произношение, потому что там, грубо говоря, набрал каши в рот, вот тебе и все произношение. В британском английском нужно очень четко артикулировать ртом, потому что специфика русского языка заключается в том, что я могу говорить вот так вот, вообще практически не отжимая губ, и вы все равно будете понимать меня. В английском другая ситуация. Там нужно отличать ряд звуков. Например, там слово cat и слово cut. Они звучат совершенно по-разному, хотя у нас большинство людей будет произносить их одинаково со звуком а. В этой связи на каком-то этапе я рекомендую вам еще скачать какое-нибудь пособие по произношению. Посмотрите то, где есть скороговорки. Скороговорки отличаются тем, что в них нет вообще никакого смысла, они просто сажают ваш мозг на правильное произношение. Одну из них я до сих пор помню. The black, fat cat sat on a какой-то там hat. Вот, то есть черная жирная кошка сидит на какой-то там шляпе. Такие скороговорки приучают вас правильно артикулировать ртом. Потом это, конечно, пройдет, но тем не менее. Так вот, соответственно, если вы будете использовать этот метод, то есть очень большой шанс, что вы выучите язык. Потому что вы сразу же погружаетесь в языковую среду, что крайне важно. Я не хочу сказать, что этот метод, он универсальный, самый лучший, и только его и используйте. Более того, я уверен, он подходит далеко не всем, потому что он требует определенной ситчивости. Да что ж такое то? Но, в чем его прелесть? Он интересный. То есть вы будете изучать язык с интересом. Потому что смотреть фильмы интересно. И изучать язык, соответственно, через просмотр фильмов интересно. Потом, когда вы войдете во вкус, вы обнаглеете в конец и начнете смотреть не те фильмы, которые вы уже знаете, а те фильмы, которые вы еще не знаете. И для вас это будет втройне интересно. Единственный нюанс, что новинки вы смотреть таким образом не сможете. Потому что новинки, они же как? Они сначала выходят в широкий прокат, только потом они выходят на дисках. Соответственно, а вы сможете посмотреть в оригинале? Только когда появится диск, чтобы его скачать, либо купить. Поэтому, например, в своем проекте, когда мне скидывают, вышел какой-то фильм новый, и говорят, вот там клюк в очередной. Я говорю, окей, но мне надо дождаться оригинальной озвучки. Потому что очень забавно, когда посреди какой-нибудь английской речи ты слышишь «ЁПТУЮ МАТЬ!» Я крайне надеюсь, что, собственно, то, что я вам рассказал, кому-то из вас будет полезным. Крайне извиняюсь перед теми, кто не услышал в этом выпуске ничего для себя нового, ничего для себя оригинального. Я просто поделился своим опытом. По крайней мере, ну, могу вам гарантировать, что если вы хотя бы час времени в день будете этому посвящать, то через какое-то время вы сможете не только понимать, но даже немножечко калякать на английском. Более того, вы будете подмечать для этого такие особенности, что у вас произношение будет меняться. То есть, например, вы посмотрели несколько британских фильмов, вы начинаете одним образом произносить эти слова. Вы посмотрели несколько американских фильмов, вы начинаете другим образом произносить слова. Не рекомендую вам смотреть сериалы, я имею в виду сразу же, потому что в сериалах очень много диалогов, как правило, ну, там просто из-за того, что более сжатое время. И чем круче сериал, тем больше там всяких языковых наворотов. Неважно, о чем мы говорим, там, про Breaking Bad или про True Detective или же про всякое такое остальное. Что касается следующих мероприятий. Тут, в общем, случилось непредвиденное. Я провел лекцию в Москве в кафетерии очередном Артемия Лебедева. И не очень ни мне, ни присутствующим там понравилось. Ну, то есть, никакого криминала нет, далеко добираться от метро, не очень хорошая изоляция, то есть, были слышны посторонние звуки, хотя, как бы, интерьер и все остальное меня полностью целиком устраивало. В этой связи заявленная тема архитектура Сталинской Москвы Лекция состоится, но в другом месте. В библиотеке имени Толстого на Кутузовском, 24. Это рядом со станцией метро Кутузовская. Начало в 17.00. 17 декабря. А на следующий день, 18 декабря, в 15.00, состоится лекция про убийство Кравчинским шефа жандарма Мезенцева. Ссылки на встречу в описании под этим видео. Да, и кстати, если вы учите или учили или собираетесь учить английский язык, то вы можете поделиться вашим опытом, то есть, как вы это делаете. Может быть, вы расскажете нечто такое, что поможет желающим этот язык выучить. На этом все. оставляйте комментарии под этим выпуском. Увидимся. Пока.